Большие торжества на Нижегородской земле, который возглавил патриарх Кирилл, сегодня вспоминает одного из самых почитаемых святых чудотворца Серафима Саровского. Ровно 25 лет назад его мощи, считавшиеся до этого утраченными, вновь обрел Серафима Дивеевский женский монастырь, который был образован еще в 18 веке. К святым местам в эти дни отправились тысячи верующих. Репортаж Валентины Соловьевой. В первых числах августа в Дивеево приезжают столько человек, что гостиниц на всех не хватает. Традиционно для паломников обустраивают целый палаточный городок, где могут разместиться 3,5 тысячи человек. Они спят на деревянных полках, умываются родниковой водой и называют эти дни самыми счастливыми в году. Здесь очень благодатно, очень хорошо. Здесь особое место, где как будто отступают все проблемы, становится легко, хорошо. По подсчетам организаторов Дивеева пришли около 10 тысяч паломников. У верующих сегодня, как они говорят, Вторая Пасха и тройная дата. В этот день Серафим Саровский в миру Прохор Машнин родился. В 1903 году причислен к лику святых, а в 1991-м мощи вернули в его обитель. История такова. В советские годы останки перевезли в Москву, в Страстной монастырь. А после того, как монастырь снесли, мощи были утеряны. Спустя несколько десятилетий их нашли случайно. В Казанском соборе, где в то время находился музей истории, религии и атеизма. 25 лет назад их перевезли в Дивеево, на территорию самого крупного в России женского монастыря. Сегодня праздничную службу здесь проводит патриарх московский и всеяруси Кирилл. Сам факт существования мощей – чудо. В то время, когда многие святыни просто уничтожались, когда они выставлялись на погас для того, чтобы убедить часто людей, недостаточно просвещенных в том, что останки эти никакие не мощи, что это некий обман. А раз обман, то это все нужно уничтожить. И как много святынь было уничтожено. Дивеево называют уделом Богородицы. Место известно своими святыми источниками и святой канавкой, по которой, как считается, ступала Божья Матерь. Многие верующие приезжают сюда с семьями, с маленькими детьми и не первый год. Несмотря на жару в 30 градусов, выстраиваются в очереди, чтобы прикоснуться к святыне. Они верят, что этот обряд может принести исцеление. Это такой, ну, для всех верующих, такой большой праздник. Который вот, не знаю, радость такая вот не передать в душе. Благодать такая. И каждый получает здесь то, что хочет. Мы каждый год на празднование ездим. Мы тут, конечно, трудимся, устаем. Дорога дальняя, на автобусе, ну, тело устает, но душа отдыхает. И целый год мы живем этой великой радостью. Память о святом хранится в знаменитой Саровской пустыне, где до сих пор есть келья Серафима. В Саров паломникам вход воспрещен. Уже как 70 лет он закрытый город, где работают ученые Российского федерального ядерного центра. Но сегодня сделали исключение ради памятного события. В этом году в городе решили восстановить Успенский собор, хранивший до революции мощь Серафима Саровского. Сегодня в основании фундамента заложили символический первый камень. Валентина Соловьева, Роман Серебренников, Константин Посылкин, Первый канал.